Девушки отдыхают Танос пожертвовал всем, чтобы спасти Вселенную от неминуемого кризиса. Ну, как он считает? Мстители лишились своих друзей, Земля оказалась в стадии постапокалипсиса, а Вселенная потеряла свою часть. Продолжение столь трагичного исхода до сих пор остается загадкой. Но часы-то тикают, и завеса тайны потихоньку вроде начинает спадать. Все началось с инсайда всеми известного Джереми Конрада, который в последнее время стал делиться слухами, которые обычно оказываются верны. В этот раз он сообщил, что четвертая часть Мстителей с большей долей вероятности получит название Аннигиляция. Все сразу же вспомнили одноименный комикс, который рассказывал о вторжении огромных жукоподобных тварей из негативной зоны, командовал которыми сам Аннигилус, один из самых опасных злодеев Марвел. Но никто не стал всерьез предполагать, что этот злодей может появиться в четвертой части. Фанаты пытались найти этому название объяснений, вроде как смогли. Они совместили все сцены щелчка в одном ролике и заметили, что в момент расщепления в нашем измерении, в квантовом, все начинает ярко мерцать оранжевыми красками. То есть вся уничтоженная материя превратилась в квантовую энергию, а это чем-то походит на научное определение слова «аннигиляция». Но на этом все не кончилось. Ведь кто-то слил набор игрушек по новым Мстителям, где мы смогли увидеть одинаковые бело-красные костюмы на Торе, Ракете и чуть-чуть на Капитане Америки. Информация о том, что у всех Мстителей в какой-то момент истории будут одинаковые костюмы, появилась еще летом этого года, когда Дисней показали кое-какие концепты финальных Мстителей на одном из кинорынков. Теперь эта информация подтвердилась и озадачила фанатов, для чего же они им нужны. Для этого нужно вспомнить муравья и осу, а точнее вспомнить костюм Хэнка Пима для перемещения в квантовый мир, который выглядел точно так же, как новая униформа Мстителей. Многие скажут, а вдруг это форма для перемещения по космосу? Но загвоздка в том, что Тор, ну и так он может спокойно перемещаться по космосу в своей прошлой броне, а вот для квантового измерения ему придется надевать что-то другое. А вот с Кэрол Денверс другая история. Как вы видите, на наборе у нее свой красный-синий костюм, а не белый. Дело в том, что многие инсайдеры подтвердили летнюю теорию о том, что силы капитана Марвел проявятся при содействии квантовых частиц, а это значит, что Кэрол, возможно, будет способна перемещаться на квантовом уровне без лишних костюмов и предметов. Это также подтвердило бы недавние слухи о том, что квантовое измерение должно сыграть одну из ключевых ролей в Мстителе 4. Но самое главное, это описание на коробке, которое гласит следующее. Асгардит Стор вооружился штормбрейкером в сражении против новых врагов. Ракета объединяется с новой командой, чтобы защитить галактику от еще более страшной угрозы. Вы, наверное, уже догадываетесь, к чему я клоню. Но хочу внести еще один пруф в эту историю. Дело в том, что в 2015 году Marvel Studios смогли вернуть права на планету Эго в обмен на разрешение студии 20-й век Фукс изменить каноничные истории и способности персонажа Люди Икс. В первую очередь это касалось сверхзвуковой боеголовки. Но тогда они вернули не только Эго, но еще одного интересного персонажа, которого Файги хотел использовать в третьей фазе. И этим персонажем должен стать Анигилус. Давайте соберем всю информацию в единый рассказ. Новая часть Мстителей, возможно, будет называться Анигиляция, что будет отсылать к комиксу с участием злодея Анигилуса, которого Файги получил в 2015 и хотел использовать до конца третьей фазы. В сюжете последнего кроссовера одним из ключевых элементов станет квантовое измерение, на что намекают новые костюмы Мстителей, которые, по идее, были созданы для перемещения именно там. Но откуда же появится Анигилус и что будет делать Танос? Одна из старых фанатских теорий гласит, что квантовый мир в киновселенной Марвел является ничем иным, как стыком различных измерений, а уничтожение половины вселенной, возможно, вызвало энергетический коллапс, который мы видели в сцене после титров Муравья, и открыло разрыв между нашим измерением и негативным, высвободив Анигилуса и его армию, которая захочет уничтожить нашу вселенную до конца. История Таноса пока непонятна, но по логике он должен будет встать на защиту вселенной и выступить против Анигилуса, так как его мотивы как раз заключаются в спасении вселенной, и, видимо, ему для этого придется пойти на союз с Омстителями. Но, возможно, изначально Танос поможет Анигилусу, как это было в оригинальном комиксе, чтобы вследствие предать его. Если кто не знает, то по сюжету Анигиляции Танос хотел уничтожить Анигилуса с помощью Галактуса, втеревшись к первому в доверие, но не смог осуществить свой план и был убит Драксом. Теория оставляет некоторые вопросы, например, как будет связано перемещение в квантовых измерениях для победы над Анигилусом и по типу такого, на которые пока, ну, трудно получить ответы, но, возможно, все это является всего лишь большим совпадением, и никакого Анигилуса в новых Мстителях вовсе не будет. Но кто знает. А хотели бы вы такой поворот событий и объединение Таноса с выжившими Мстителями против общей угрозы? Пишите в комментариях. Ну а что думают сами Мстители по поводу такого общего сбора? Как отражать угрозу такого плана? Вместе. Погибнем? Погибать так плечом к плечу.